Больницы у нас менялись, у нас, по-моему, было не меньше четырёх храмов в разных больницах. Мы просто скитались из одной в другую, потому что они закрывались. В центре города закрывали больницы. Заключённые просили какого-нибудь человека, лучше, конечно, священника, но священников абсолютно не хватало, невозможно было. Вот, были просто все на расхват. А зачем понадобилось радио? Ну, не то чтобы понадобилось, это тоже, естественно, как-то вырастало. Ну, естественно, они помогли бы ездить. Это гениальный такой замысловатый процесс. Со всеми же надо на месте договориться. Летние поездки двухмесячные, когда они едут на машинах. Школа странствия называется. Школа странствия это называется. Там вот называлась Экольмобиль. Вот, они отправляли в Африку. Необычно. Ничего себе. Делатели на радио Вера Здравствуйте, друзья. Это Делатели на радио Вера. Я Тутта Ларсон. Я Василий Рудинский, пресс-секретарь стинодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня на протере Александр Степанов, руководитель братства Анастасии Узарешительницы, настоятель храма Святой Анастасии Узарешительницы на Васильевском острове и главный редактор радиостанции «Град Петров» в Санкт-Петербургской митрополии. Батюшка, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Чуть не сказала здравствуйте коллега, но поняла, что... Нет, вообще-то так и есть. Причем коллега главный редактор. Мы-то просто ведущие с тобой, а вот здесь главный редактор. Но все-таки, поскольку наш проект Делатели, то речь, конечно, сегодня пойдет о вашем служении делу милосердия и социальному служению в Русской Православной Церкви. Да, батюшка, вы создатель, можно сказать, целой плеяды, целого ряда социальных проектов. Некоторые из них уникальны для всей страны. Взять тот же Центр Василия Великого в Санкт-Петербурге, который занимается условно осужденными подростками. Занимаетесь вы и в Сестричество милосердия, и детьми, сиротами, и в колонии у вас где-то... Сколько уже лет вы настоятель храма в Колпинской колонии? С 95-го года, значит, это уже без одного года 30 лет. Да. Но уже детей там просто нет. Да, занимает... Выпустили на свободу. Слава Богу. Богодельня тоже, Покровская богодельня, и много тоже проектов помощи вот таким лежачим, нуждающимся в уходе людям. И, конечно, такое активное служение милосердия, можно сказать, в Петербурге во многом связано и с 90-х годов, именно с вашим именем и с теми людьми, которые, вдохновившись вашим примером, тоже начали это все делать. Первый вопрос, который я хотел бы задать. Когда вообще в вашей жизни появилось это желание, вот само социальное служение появилось? Оно сразу же... У вас был очень интересный, об этом, наверное, тоже поговорим, очень интересный такой, необычный во многом приход к Богу, в церковь, через такие вот собрания, да, квартирные такие, духовные квартирники, если можно так сказать, и такое чтение Евангелия. Вот это социальное служение, оно стало, скажем так, сразу же частью вашего такого пути к Богу, либо оно как-то вот на втором этапе возникло в вашей жизни. И я хотела добавить, насколько я понимаю, социальное служение предшествовало вашему принятию священнического сана, да? То есть сначала вы вышли с миссии к людям в непростых обстоятельствах, а уже потом оказались в алтаре. Ну, в общем, да. Ну, разумеется, сначала было чтение Евангелия и просто вот эти собрания, и это было необходимым, я думаю, условием того, чтобы потом это перешло в какие-то формы организованного действия, скажем так, да? То есть для этого нужна среда. Вот, ну, всё это, я говорю, о 80-х годах. Тогда приходы, их было очень мало в Петербурге, как и всюду, они совершенно никакую среду не формировали. То есть люди просто приходили, и чем меньше, так сказать, меня кто-то знает... Не отсвечивали, да. Да, тем лучше. Вот, поэтому как раз приходская, так сказать, жизнь, она никакой общинности просто не имела. Вот, а вот в этих квартирных собраниях, ну, несколько было в Петербурге в то время такого рода групп, они были довольно разные. Ну, вот я попал в одну, скажем, такую группу, наверное, году в 86-м. От Сальва Бышакова будущего, да? Да, совершенно верно. Он, у него дома просто собирались, и он был, конечно, во многом душой компании. Он был археолог, руководитель экспедиции, и очень многие, кто вот в этой группе были, там было очень много молодых людей совсем, вот, они просто были участниками его экспедиции, и он как-то естественным таким был, так сказать, лидером, вот, в этом сообществе. Ну, было и несколько других людей, например, там, вот, Саша Фёдоров, это архимандрит Александр, который настоятель теперь Петропавловского собора в крепости. Вот. Многие потом приняли священство и в разных местах служили, в других епархиях. Вот. Ну, вот на тот момент мы все были, естественно, мирянами, и, я думаю, особенностью вот нашего сообщества было то, что мы были очень так все-таки предметно центрированы вокруг литургии, храма, вот, и эфхаристии, да. Соответственно, книжки у нас появлялись, вот это тоже было очень важно, потому что книг совсем не было в эти годы, да, после 88-го так постепенно-постепенно разошлось печатание, а до этого просто запрещено было, и Евангелие было не достать. Ну, вот сам издат собирался как раз у Лёвы дома, вот, это были перепечатки, и все, кто имел пишущую машинку, например, на работе, вот я имел классную машинку на работе, электрическую, это было по тем временам очень круто. Вот. Значит, должен был взять и почитать, и перепечатать. Ну, брала шесть экземпляров, например, последний уже был слепой, но тем не менее читаемый, вот. И вот таким образом мы немножко размножали эти тексты, вот. И очень много сразу мы читали отца Александра Шмеммана, и много владыки Антония Сурожского вот так складывалось. А поскольку они оба имели такую, ну, выраженную евхаристическую направленность, что как-то это легло каким-то первым таким пластом, да, фундаментом всего дальнейшего нашего дела. Вот интересно, я немножко офф-топ, прежде чем вы ответите на Васян вопрос. Я вот тоже смотрела в интервью, где вы рассказывали о своем пути к христианству, и очень интересно, что вот вы отметили, что было несколько групп в Петербурге. Ваша группа была именно сконцентрирована на евхаристическом общении. А какие еще были варианты? Ну, самые разные. Были люди, которые, для которых, скажем, монархия была очень важна, вот. Ну, Огурцов, там вот эти такие вот, значит, национал, патриоты и такие вот тоже православные, как бы, да. Так что там вот это обсуждалось гораздо больше. Некоторые из них, поскольку это касалось уже и политики, ну, и потом это было, может быть, чуть раньше, чем вот я вошел в эти группы, в это время уже следили за всем этим, конечно, и там телефоны, как-то, говорят, прослушивали. Но я уже понимал, что точно не посадят и даже с работы не выгонят. Ну, в общем... Вегетарианские времена. У меня, да, опыт некоторый был такой семейный, очень серьезный в этом направлении. Поэтому я довольно неплохо понимал, какие времена и что можно, а что нельзя. Ну, многие вообще очень боялись вот в нашей среде. Вот. Ну, были люди, которые там, не знаю, там читали какие-нибудь жития отечественники святых. Говорили, а зачем вообще причащаться часто? Вон... Мария Египетская. Мария Египетская, вот точно, да. Мария Египетская. Она причащилась раз, потом... Ты в Петербурге с учебной не ходила в этих... Ничего ей не мешало. Вот. Ну, одним словом, конечно, было мало книг, было мало понимания. Каждый вот сам чего-то такое своим умом доходил. Здесь все-таки была вот группа, среда, и какие-то правильные книги сразу попали на стол. Вот. Вот это многое сформировало. А дальше уже... Вот я даже специально позвонил отцу Льву. Уточните, а как вот появилась больница? Я прекрасно помню, что у нас было общество Данила Гранина в году 86-м под названием «милосердие». Это слово, которое он, так сказать, вернул вообще в публичный оборот. Потому что в советское время никого милосердия нет. Там, ну, социальная работа и что-то такое. Ну, справедливость там, да. Ну, в общем, государство все это делает. Не требует себе никого милосердия. А, значит, Гранин вот это слово вернул. Где-то статьи написал там в журналах толстых в то время. Вот. И организовал это общество, которое первым делом пошло в больницы. Вот. Больницы были в ужасном состоянии тогда. Не было персонала, именно такого низшего, так сказать, там, санитарок. Медсестер тоже не хватало. В общем, больные умирали сплошь и рядом просто от пролежней. От того, что они лежали все в своих, так сказать, спражнениях. Вот старушка попадала с переломом шейки бедра, и все хорошо. Ей делали операцию, ставили там имплант такой металлический. И она умирала от пролежней. Почти гарантированно. Если не было родственников, которые приходили, могли перестилать и так далее, и просто посидеть рядом. Вот. Это массовое было явление. Ну, вот на это он откликнулся. И, ну, поскольку время было такое свободное очень, то, как бы, это разрешили, допустили. Хотя, все-таки, это еще были очень такие советские времена. Вот. Людей с улицы, считай, пустили в больницу, да? Да, да. Они были не церковными людьми, кого пустили? Нет, нет, нет. Это было абсолютно секулярное движение. И вот я как раз не мог вспомнить, была ли какая-то идея именно так церковная, христианская нам подкинута. Какие-то у нас были небольшие контакты, приезжали уже в это время больше гораздо, католики, скажем, там. Вот. Я думаю, может быть, от них как-то это. Ну, вот Лев утверждает, что самозародилось. Самозародилось. То есть просто вот сидели, что хорошо читаем Евангелие, а хорошо бы что-то вообще сделать. Ну, о милосердном саморении все там читали, мы хорошо знали притчу. Притчу о страшном суде тоже. Между прочим, да. Вот. Поэтому вот как-то Лев был таким инициатором этого дела. У него мать была медсестрой, всю жизнь работала. И он как-то тоже вообще в свое время, когда выбирал свой жизненный путь, медицина была одним из вариантов. Для меня, например, никогда не было. И я поэтому мало на том этапе ходил в больницу в качестве человека, который ухаживал просто за больными. Ну, может быть, один-два раза я сходил. Вот. Там была сначала одна больница, потом другая больница. Вот. А в 89-м году, ну, в общем, это уже сложилось как-то. Какая-то группка небольшая, 5-7 человек вот из нашей этой квартирной компании. Уже была к тому моменту, наверное, не одна квартира. Уже количество народу увеличилось. Потому что мы тоже занимались одновременно катехизацией. Вот. Поскольку были какие-то книги, не бог видишь что, но все-таки было. И мы хоть чего-то представляли себе. Вот. Ну, Федоров уже преподавал в духовной семинарии. Значит, там церковное искусство, он архитектор, академия художеств. Вот. Так что уже в ту среду вошел, вроде начал как-то заочно там учиться. Но мы все-таки много старались читать. И когда ты начинаешь кому-то рассказывать, ты, конечно, гораздо быстрее сам научаешься и так далее. Вот. Я в это тоже включился, потому что, ну, какой-то опыт был там лекции читать, например. Вот. Поэтому это дело тоже помогло, в частности, мне. Значит, в 89-м году поступил запрос, кто-нибудь бы поехал в тюрьму. Это было, конечно, интересное приключение. Вот. Потому что, ну, тюрьма была абсолютно закрытой зоной в советское время. И хотя, повторяю, в семье у меня некая информация из семьи была на этот счет. Но из таких тогда это все было очень раздельно. Тюрьма уголовная, тюрьма по другим причинам. Вот. Тем не менее, что-то я представлял. И все равно это было, конечно, очень интересно. И я вызвался, ну, давайте, я готов пойти. То есть заключенные просили какого-нибудь человека, лучше, конечно, священника. Но священников абсолютно не хватало, невозможно было. Да. Вот. Были просто все на расхват. И вот я поехал. Это была колония в Горелого. Сейчас там уже очень давно изолятор тоже. Сейчас даже, я не знаю, может быть, его закрыли, потому что огромный выстроили новый. Вот там в колонии первый раз я увидел народ, которые, да, они каким-то образом получили Евангелие. Начали читать, конечно, ничего не понимали. И еще меньше понимали связь Евангелия с тем, что они как-то видели визуально в храме. Просто в храме, да. Ну, что-то ходят, кодят там, туда-сюда, врата открывают, закрывают. Ну, что-то в Евангелии про это ничего не сказано. То есть, как-то вот эта связь у них никак не складывалась в голове. Ну, вот такого рода вопросы были. Мы просидели там, наверное, часа четыре сразу. Они меня завели в какую-то шушарку. Такие комнатки небольшие, где особо какие-то привилегированные люди стараются поселиться отдельно от всех. Вот не в общей, так сказать, большой казарме, да, там отрядами живут. Ну, вот такие отдельные. Это при производстве, там, каком-нибудь, или которые хозяйством занимаются. Ну, вот такой шушарке набилось человек восемь. Вот. И вот я с ними, значит, разговаривал. Ну, и когда мы уже время нам сказали, что хватит, пора. Хотя очень так лояльно отнеслись. Начальник тоже нас, так сказать, пожалуйста, приходите. Вот. Они сказали, ну, когда же вы теперь в следующий раз придете? Я, в общем-то, и не планировал в следующий раз. Но уже так как-то познакомившись с этими ребятами, такие все в наколках, там, с золотыми зубами. Типажи просто были прекрасные. Вот. Потом я многих до сих пор знаю, так сказать, какое-то общение там довольно редкое. Ну, вот с теми самыми первыми. Один, по крайней мере, есть. Делатели на радио «Вера». Это делатели на радио «Вера». Я тут-то Ларсин. Я Василий Руинский. У нас в гостях поэтрия Александра Степанова, главный редактор радиостанции «Град Петров» и создатель множества благотворительных проектов в Санкт-Петербурге. Батюшка, вот вам предложили приехать еще раз, и, я так понял, было уже неудобно, да, отказать? Ну, да, и просто как-то, ну, самому я понимал, что мы не договорились, что еще много что нужно прояснить. Но я сказал, что приеду. Вот я таким образом с 89-го года я начал посещать тюрьмы. Потом, то есть вот эти два какие-то направления, но тюремное было просто вот мое личное. Туда больше никого, как бы, вроде и не приглашали, и не надо было. То есть никто, может, и не решался сильно так, не стремился, наверное? Ну, не стремился, да, пожалуй, не очень стремились. Вот, но я все-таки пригласил одного человека, как раз не из этой нашей компании, а тогда было еще такое общество Игнатия Бринчанину, вот еще один вариант. Но это уже попозже, это когда уже можно было собираться в каких-то легальных залах, там, лекции читать и так далее. Вот, и вот один тоже такой знакомый поехал тоже со мной, и он тоже некоторое время этим занимался. Ну, потом он не стал священником, он стал профессором, вот, педагогом. А какие у них были, ну, может быть, вопросы, которые для вас оказались сложными поначалу? Я бы не сказал, что какие-то особенные, вот, сложные. Ну, то есть были вопросы, на которые вы для себя уже ответили к тому времени? Ну, да, да, скажем так. Вот, что я понял довольно быстро, что все-таки нужен не я, а нужен, то есть я, может быть, тоже не лишний, но нужен священник. Потому что, ну, ясно, что людям надо исповедоваться, я тоже хорошо все знал, понимал, сам исповедовался регулярно и понимал значение этого дела. Люди там сидели с тяжелыми преступлениями, это была зона усиленного режима, так называемая. Усиленные – это совершившие тяжелые преступления, но первый раз, потом эту форму упразднили. Они попадают теперь просто на общий режим вместе все, кто там алименты не платил и кто там жену зарезал. Вот, ну, вот так я, значит, начал ходить. Потом был еще очень важный, конечно, такой этап в жизни. Отец Лев познакомился, первый раз в 89-м году разрешили выехать за границу, и он познакомился с двумя замечательными людьми из русской эмиграции, которые родились еще все-таки в России, старой до революции, вот, и детьми, в общем, оказались за пределами. Они, собственно, были в Польше. Польша просто сама отъехала от Советского Союза, и они оказались тем самым в эмиграции с Анюка, даже не уезжали. Вот, это Евгений Евгеньевич и Елена Петровна Поздеевы. Вот он познакомился с ними, как-то он очень произвел благоприятное на них впечатление. Они были деятели такие, прям, русской эмиграции на протяжении всей жизни. Для них, прожив всю жизнь в Германии, и дача у них во Франции, вот, у нас это было совершенно не в Германии, не во Франции, а в России. Ну, у нас то-то и то-то, у нас, вот, то есть, они жили, как будто бы... Они единственный период, когда они были в России, короткий, это во время войны с псковской миссией, в которой они работали. Туда многие поехали, вот, деятели русской эмиграции. Ну, они были молодые совсем люди, там, ему было 22 года, Елене Петровне было 18 лет, они поженились очень рано, он был сирота. В общем, тоже там отец, по-моему, еще был жив. Неважно. Вот, одним словом, они предложили провести семинар для мирян из России и, значит, из зарубежья русского, для того, чтобы поделиться опытом организации мирянами, ну, вот такой приходской общинной жизнью. Открывать храмы, как можно служить мирянским чином, например, да. Вот, все это было во Франции организовано, в деревне Бесеонот, где был русский монастырь женский. Ну, и он сейчас, по-моему, тоже есть. Он есть для всех. Да, он есть, конечно, есть, продолжается, да. Вот, тогда он был совсем маленький, даже так было смотреть, немножко жалко, что все это умирает. Казалось, а оно вдруг процвело. Там матушка Ольга стала игуменей потом, и там уже, тогда было семь, по-моему, монахинь, сейчас там уже 20. Ну, неважно. Одним словом, вот там произошел семинар, и они попросили Льва подобрать пять человек из Петербурга, кого он знает, церковных, но которые именно чем-то занимаются уже, вот не просто в церковь ходят Богом улице, но вот какую-то активную деятельность проявляют. И также из Москвы. Ну, из Москвы известна там была Зоя Светова, Крахмальникова дочка Зои, вот. Вот, и она тоже пять человек с собой привезла. Некоторые потом тоже в церкви, там, Архимандрит, тоже Ященко такой. Киприан. Володя был, да, Киприан теперь, да. Вот он был, ну, еще были некоторые люди. А вы из Петербурга, соответственно. Да, мы были из Петербурга, и Лев предложил мне, поскольку вот у меня тюремная, была еще одна, тоже наша близкая, теперь моя прихожанка уже давняя, которая занималась больными детьми, она дефектолог. И она в психонерологических интернатах просто брала под опеку этих ребят для того, чтобы не поставили окончательный диагноз, приговор на всю жизнь. Потому что они многие достаточно сохранные были, и была, в общем-то, перспектива их немножко развить, и они могли бы жить самостоятельно, какое-то жилье, там, комнатку, какое-нибудь государство должно было бы выделить. Ну, вот таким образом. Вот. Так вот, что там было очень важно? Там были доклады самые серьезные. Все было очень так, по-взрослому. И, например, Евгений Генщич много рассказывал о соборе 17-18 года, об предложениях по активизации приходской жизни, и там тоже обсуждался вопрос о возрождении братств, которые, ну, как известно, существовали там с 16 века в Западной Украине. Особенно в Западной, да, Украине, да, Белоруссии. Ну, первая Библия печатная, Острожская, да, Константином Острожским была инициирована и сделана. Вот, так что, вот, мы искали тоже и сами какие-то, ну, органиченные для православия формы, в которых можно эту работу делать. Потому что вообще в церкви, в целом, вот в то время, на это смотрели как на чистый какой-то протестантизм. Да, это не наша тема. То есть вообще не понятно, чем это все, зачем это все. Вот, все послужили, молебен, панихида, там, покрестили, повенчали, там, отпели. Вот, вот, собственно, чем церковь должна заниматься. То есть советское время сформировало такой очень устойчивый... Да, вот, поэтому вот его надо было преодолеть. И вот как раз этот семинар нам очень помог в каком-то осознании, в такой рефлексии по поводу нашего служения, какое оно место занимает вообще в церковной, именно православной жизни. Вот, и вот отсюда родилось братство, да, и святой Анастасии. Анастасия была избрана потому, что это святая, которая посещала в тюрьмах христиан заключенных, которых там мучили и так далее. Она их по возможности старалась лечить, кого-то она удавалась выкупать, например. Вот, так что вот как-то в ее служении объединилась и тюрьма, ну, грубо говоря, и больница, вот, которые у нас на этот момент и были. Поэтому как-то очень естественно это легло. Вот, и, значит, после этого семинара наше общение совсем не прекратилось, наоборот, оно укрепилось и продолжается, так или иначе, до сегодняшнего, можно сказать, дня, хотя уже, конечно, там поколения сменились, и гораздо все с меньшей интенсивностью происходит. Но на том этапе они просто колоссально нам помогли. Они сразу начали, это было уже, вот, 90-й год мы были там. Значит, в 91-м году прошел такой же семинар уже у нас в Петербурге, в квартире того же отца Льва. Вот, в 91-м году он уже стал священником, в 92-м году уже, я стал священником, и в 92-м году уже мы зарегистрировали братство. Причем именно как религиозную организацию. Мы не хотели быть общественной организацией. Такой был пафосный. Епархия не противодействовала, это вообще интересная же форма. Не, не епархия, вообще было всем все, понимаешь. Было, возможно, все. Как вы определяли вообще, ну, служение братства, функционал? Ну, то есть вы священники, скорее всего, у вас и так было полно, чем заняться. Священник один из самых занятых людей в мире. А чем именно должно было заниматься братство? Да вот тем же, чем мы и занимались. Значит, с чем была связана необходимость регистрации? И второе, нам понадобилось помещение. Нам стали присылать гуманитарные транспорты. То есть чем мы можем вам помочь? Из США, из Европы? Нет, из Европы, да. В смысле, Европы? Может, американские просто из США? Нет, 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 чисто европейские, да. Это было, конечно, Германия, Франция и Швейцария. Вот три страны, с которыми были связаны, потому что там были вот прям личные знакомые вот этого круга, который там в ВСИ собирался. Вот, и они сами взялись за это дело очень активно. И вот огромный первый трейлер пришел. Его разгружать пришлось в квартиру того же отца Льва. Трехкомнатная квартира, представьте, в центре Петербурга. Двор-колодец, туда каким-то образом заполз. С задом этот огромный вагон. Вот, и на глазах у изумленной публики, ну, у нас было человек 10, мужчин, ну, и какие-то женщины тоже помогали там что-то полегче таскать. Ну, естественно, коробки, это, ну, барахло, всякие вещи. И еда, еда, потому что с едой была действительно сильная проблема. А магазины пустые полки, да? Да, да, да. При этом такое добро. И тут, да, просто крупы, сахар, сухое молоко, ну, в общем, любое, макароны, в общем, все вот такое не портящее, какие-то консервы там, безумное количество, 20 тонн. Вот мы в десятером разгружали целый просто день, и квартира Льва была, естественно, представьте себе, трейлер разгрузилась в квартиру, она была от пола до потолка заставленной, и узкие вот такие проходы, надо боком, надо было протиснуться, и жить там уже было невозможно. Но Лев уже в это время уехал, и он там, так сказать, жил только наездами, потому что он и до сих пор служит в Карелии, в Кондобеге. Вот, там целую он епархию построил, храмов, часовин, и куча всяких тоже дел замечательных там делает. Вот, но в Петербурге, вот, собственно, таким энтузиастом этого всего остался я. Поэтому, собственно, в Коцернцев я и стал председателем братства. Хотя в начале у нас был некоторый такой триумферат. Вот я, отец Лев, и еще одна, значит, женщина наша из нашей компании. Что было дальше, мы продолжим рассказывать через минуту. Делатели на радио «Вера». Это программа «Делатели на радио «Вера». Я Василий Рулинский, пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Я тут-то, Ларсон. У нас в гостях сегодня протерей Александр Степанов, главный редактор радиостанции «Град Петров», председатель братства Святой Анастасии Узрешительницы и настоятель храма Святой Анастасии Узрешительницы на Васильевском острове, создатель множества благотворительных проектов в Санкт-Петербурге. Мы начали говорить о том, как создавалось братство и как большие фуры начали заезжать в Коцернцев. Да, ну вот, собственно, этой фуры нам уже хватило. Поняли, что, ну, пришла милиция, разумеется, вообще стали ржаться, в чем дело. Ну и нам настоятельно рекомендовали больше вообще таких вещей не делать и зарегистрировать. А что за организация? Никакой организации нет. Ну, в общем, все это было неправильно, конечно. Поэтому нам нужно было получить юридическое лицо и получить какое-нибудь помещение, куда мы могли бы это все разгружать. Ну, все как-то, как просто по волшебству, такое милостью Божией действительно получалось. Муж одной из наших, вот тоже сестер, которые были активны в нашей общине, тогда немножко преуспел в бизнесе, ну, в таком очень простом, это столярная мастерская, которая оказалась востребована. И он нам просто снял на свои деньги подвальчик. Четыре комнаты там было, это ровно столько, сколько нам было нужно. Значит, нам нужна была канцелярия, нужно в какой-то там вести дело бумагооборот. Там же была библиотека, очень важный такой момент. В то время книг, повторяю, было еще в то время очень мало. И все это мы копили, вот надо было, чтобы это было доступно. Одна комната была, уже я стал священником, значит, мы сразу решили, должен быть храм. Размером он был меньше, чем вот эта студия. Вот, значит, трапезная, где можно собраться, чаю выпить и читать Евангелие, опять же, и так далее. Собрания какие-то делать. И, наконец, комната, куда можно было разгружать все это добро. И даже не столько разгружать, мы там где-то на тресоле сразу соорудили, туда в основном разгружали. А комната для какой-то культурной раздачи, гуманитарной помощи, чтобы это было не просто. Люди, как собаки, бросаются и вот так все это роют, все это летит по сторонам. Какие-то вешалки сделать, разобрать детские, там, женские, мужские. Ну, в общем, понятно. А кому раздавали? Ведь время такое было, что практически все нуждались. Да, 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 да. Ну, в общем, мы обратились ко всяким обществам, там, инвалидов, там, пенсионеров, ветеранов, блокадников, не знаю. Ну, вот какие-то такие вот организации. Ну, просто по кругу людей, которых мы лично знали, знали, что очень тяжело бедствовать, там, какие-то многодетные семьи. Ну, вот как-то так. Расходилось все очень быстро. Вот у вас, получается, достаточно много помощников появилось. Слава Богу, вот действительно Господь дает, когда дело Божье, так получается, что появляются эти люди, которые могут помогать. Но все-таки здесь такой вопрос всегда встает перед руководителем, а перед священником, который организует какой-то процесс. Этот вопрос, наверное, особенно важен. Правильно поставить того человека на то послушание, которое, грубо говоря, ему подходит. Я вспоминаю историю, как Юлиана Никитина, глава, исполнительный директор Центра Василия Великого, рассказывала о том, что, по-моему, вначале она начинала помогать бездомным. Да, да, да. И получилось, что немножко, ну, как сказать, поломав зубы об это служение, немного как-то так ее пыл снизился после некоторых эпизодов. Ну, да, это я могу. Да, это интересно тоже. Что именно? Да, вы, получается, ей доверили ту сферу, которую она вообще не знала и не понимала. И у нее было даже в начале протест. Я вот в связи с этим хотел у вас узнать, как так получается, как вот, что нужно знать и чувствовать в человеке, чтобы ему что-то доверять. Это как вот у вас получилось? Ну, не знаю, интуиция скорее какая-то. Я видел, что она чрезвычайно деятельный, цепкий человек, сильный такой, вот, с лидерскими, хорошими качествами. Вот, она была в сестричестве. Вообще все женщины были записаны в сестричество. И сестричество таки было, там была форма, ходили в больницу. Больницы у нас менялись, у нас, по-моему, было не меньше четырех храмов в разных больницах. Мы просто скитались из одной в другую, потому что они закрывались. В центре города закрывали больницы, а мы все-таки старались центрироваться как-то в центре, поскольку и жили, ну, большинство так. И, ну, вот, наш дом уже потом, и подвал этот был в центре, и потом через два года подвал этот приказал долго жить. Значит, деньги кончились, бизнес закрылся. Ну, и все, и мы стали уже искать что-то более основательного. Но уже, поскольку я был священник, то я мог претендовать на какой-то храм, например, или что-то. Но я вот, поскольку направленность была не просто богослужебная, чтобы большой приход, там много народу, а именно, чтобы было где разместить наши всякие дела. Ну, вот, поэтому образовался этот дом, бывший Ярославское подворье. Вот. Так что все были, в основном занимались сестричеством, и Юля тоже. А в 2000 году, вот, Покровская община отделилась от Братства. Ну, были к тому, вероятно, какие-то все-таки объективные причины. И вот Богодельня, то, что вы упомянули, это начиналось все в рамках Братства, но развилась уже в тех крупных форумах каких-то, существует сейчас, уже позже. Позже, после 2000 года. Вот, там такая Галина Кляшова у нас руководила этим делом, тоже вот Татьяна Шухина. Моя такая правая рука долгие годы, вот, она тоже ушла вместе с ней. Вот. И они... Ну, это, в общем, нормальный процесс. Это, конечно, все тогда воспринималось, прямо скажу, довольно болезненно для меня, например, было. Но потом я понял, что да, вот как-то созревает, вырастает какой-то проект, ну, и вполне уже как-то хочется существовать самостоятельно. Не в какой-то большой структуре. А к тому времени уже накопилось очень много. Например, когда мы получили это здание, мы поняли, что оно слишком велико для нас. То есть для деятельности Братства, ну, таких площадей не надо. Там все-таки полторы тысячи квадратных метров только основной площади, потом еще мансарду мы там обжили. Вот. Так что я предложил вот детскому приюту Дом Милосердия, вот, директору Владиславу Никитину, который в 92-м году, они стали государственным, начинались тоже как церковный. Вот. Предложил вместе взять этот дом, потому что у них было просто отчаянное положение 200 метров и 20 детей. И на этих 200 метрах там и склады, и трапезные, и администрация, ну, все просто. Вот. Это безумие какое-то было, а не жизнь. Я прекрасно все это видел и знал. Я ему предложил, давай вот этот дом возьмем, вместе будем его восстанавливать. Собственно, нам нужен маленький кусочек, там вот храм, и буквально там на первом этапе вообще три комнаты. Больше ничего не нужно. Вот. Ну, тоже это, может быть, какую-то ревность вызывает, понимаете? Когда ты сосредоточен, допустим, на сестричество и тюрьма, у меня было два. Еще был психоневрологический интернат где-то. Какой-то период тоже там я организовал маленькую церковь, но потом я его после, там, пяти примерно лет, там, служения, очень полезного тоже для расширения, так сказать, кругозора, да, вообще, что бывает и что можно делать где. Вот. Я передал другому священнику, нашел. И там потом они построили храм рядом. Там, в общем, там все продолжается как-то. Вот. Поэтому... А в 2000 году еще открылось радио. С 1998 мы уже начали готовиться к этому делу. В общем, было много всего. И вот радио было, я думаю, такой немножко последней каплей. Ну, они, в общем-то, довольно откровенно мне и говорили, что я занимаюсь слишком много чем. А зачем понадобилось радио? Ну, не то чтобы понадобилось, это тоже, естественно, как-то вырастало из того же контакта с Поздеевым. Поздеевы – это были люди, которые в 78-м году основали радио «Голос православия» в Париже. Вот. И все годы нашего общения, ну, с ними конкретно общались мы не так долго, потому что в 94-м году они умерли. Но многие другие, отец Борис Бобринский, который был председателем «Голоса православия», меня все время приглашали на собрания годовые. Вот. И постепенно меня попросили, ну, как бы быть представителем «Голоса православия» в России. Вот. И сначала я предложил им перейти на вещание с территории СССР, там, из Средней Азии. На коротких волнах они вещали. Но, конечно, это было намного дешевле, чем вещать, например, из Ливана, там, или из Португалии, или потом из Кёльна они вещали. Вот. Так что это было хорошее подспорье. А потом я предложил им вообще выйти в эфир на... даже не в эфир, а как прямо по городскому радио, по трансляционной сети. Это очень популярная штука в Ленинграде была, ну, начиная с блокады. Радио вообще это какая-то специальная для Петербурга, Ленинграда была затея. В каждой кухне обязательно стоял вот этот приемничек там. Сначала одна, потом три программы там даже было. Вот. И это охватывало сто процентов просто все население Петербурга. Поэтому, говорю, вот, вы там, да, на весь Советский Союз на коротких волнах, а можно за те же деньги охватить. Ну, и на весь Советский Союз там служат, ну, кто короткие волны там, кто знает, ищет. И они выходили две, там, получасовых передачи в неделю. Все остальное время на этих волнах молчания, да. Поэтому, ну, понятно, что аудитория была небольшая. Кто-то слушал, но немного. А здесь вы накроете три с половиной миллиона просто тотально этим делом. Ну, вот, я там стал вести переговоры с Ленинградским радио, тогда еще. Вот. Ну, одним словом, вот я как-то, они меня втягивали. Просто втягивали в это дело. Вот. Ну, и потом получилось так, что там, в общем, стало намного меньше средств собираться на Западе. Ну, потому что было не очень понятно, как объяснить, когда в советские годы, ясно, что здесь ни книг, ничего, верующие ничего не имеют, и поэтому там, конечно, знакомые какие-то лютеране, протестанты, другие католики с удовольствием давали деньги, чтобы вот русским православным верующим доставить какую-то информацию вообще о вере, о богослужении, о молитве. Ну, вот такие они делали передачи. Вот. А когда все это стало уже открыто и свободно печататься здесь, то, в общем-то, вроде как уже сами, пускай, там, организуются, да, все это стало падать. Ну, вот. И вот тогда у меня появилась идея, что надо создавать радио, которое будет полномасштабным, будет вещать там достаточно долгое время, в течение дня. Вот. И, в общем, оказалось, что если мы не будем тратить деньги там на короткие волны и на вещание по переданному вот этому приемнику по трансляционной сети, то этих денег хватит, чтобы оплатить эфир 9 часов в день. Каждый день. Ну, вот. Второе. Был митрополит Владимир. Чрезвычайно заинтересован в том, чтобы открылось радио. Вот. Он просто был тоже таким фанатом вообще радио, потому что... Ну, он всю жизнь слушал, очевидно, голоса разные. Вот. И он привык просто информацию получать из... Я поясню, голоса в смысле голос Америки и проще, потому что... Вот. Ну, он очень много в Европе служил, наверное, больше 20 лет там в общей сложности. Ну, и здесь, наверное, все это слушал. У него были какие-то суперприемники, его все привозило из... Вот. Одним словом, ему хотелось иметь православное радио, и он, конечно, вложил тоже, так сказать, много в это. Вот епархия наполовину, наполовину голос православия. Вот сложился какой-то у нас маленький бюджет, и вот мы, собственно, тогда в 98-м году уже начали предметно заниматься, уже студии. На ИФМ диапазоне, да? Начинали на средних волнах, потом перешли в УКВ диапазон, и до сих пор мы сидим в УКВ. И ИФМ нам, конечно, не светит, я думаю. Потому что дорого? Ну, потому что просто частоту так не получить. Ведь радиовера, вот, на которой мы сегодня беседуем, ну, иным образом... С трудом. ...вопрос решила, да, да, просто там очень большие были, ну, совсем уже большие деньги запредельные, которые позволили просто купить чистоту. Для того, чтобы мы могли... Ну, это не будем раскрывать. Да-да-да, не будем, не будем. Это, может быть, даже вырезать надо. Нет-нет. Ни к чему. Совсем не... Для того, чтобы мы могли делать на радиовера проект «Делатели». В том числе. Да, да-да-да, нет, всё замечательно. Продолжаем. Ну, вот я говорю, что у нас таких возможностей, конечно, никогда не было, и вряд ли когда-то будет. Вот. А получить от государства, к сожалению, в этом году была очередная попытка, неудачная. Батюшка, я вот хотел у вас узнать, вы много посещали европейские социальные проекты и вообще-то знакомы с опытом католиков и, я думаю, протестантов тоже. Иоанна Никитина в том числе рассказывала, что когда начинала на проект Центра Василия Великого, по-моему, то ли в Швецию вы предложили съездить, в Данию, да, когда было какое-то приглашение на какое-то мероприятие, как раз по опыту помощи подростков. Там прямо на месяца два. Да. Это была школа настоящая, это не то что конференции. И это действительно, ну, мне кажется, что лучшее оттуда мне в этом проекте удалось перенять, при этом сохранив главное вот в отношении православной веры и такого правильного духа, да. И вот вы, зная вот то, что там, наверное, лучшие такие образцы социального служения, в том числе католического, протестантского, наверное, могли бы сказать, а что вообще нашему служению здесь церковному в целом и вот именно милосердному служению церкви можно было бы взять у католиков-протестантов, и нужно ли брать, и это же в целом такая большая дискуссия, да, мы 70 лет, ничего у нас особенно не было, да, все было запрещено, все было только если подпольно, особенно благотворительность, да, церковь была гонима, а у них это все особенно не прерывалось, да, и, наверное, что-то хорошее ведь главным образом можем извлечь. Я вот когда посещал вашу общину, да, в вашем храме мне очень приятно всегда бывает такой семейный дух, может быть, это вот часть того, что мы можем взять, или это просто общеиммигрантское, в любом случае на Западе мы это видим и в православных храмах, как вы это понимаете? Ну, если говорить о храме и о общинной такой жизни, это скорее из русской эмиграции, из православной. Я не очень глубоко вникал всегда, ну, собственно, в церковную жизнь, допустим, католической церкви, ну, так, я интересовался, но постольку-поскольку, совершенно не имел в виду что-то оттуда брать, копировать. Нет, именно вот социальное служение. А вот методики служения социального, вот это действительно то, что мне всегда было очень интересно. Ну, что мы брали? Например, когда вот мы устраивали приют в нашем доме, мы с директором обошли довольно большое, прямо скажем, количество детских учреждений в Германии. Вот, и мы поняли, что, например, группу детей надо поселять не так, что просто одна большая спальня, а сделать так, как квартира, то есть комнаты, рабочие места у ребёнка, где там парта какая-то, стол, личное пространство, кухня должна быть обязательно, где они сами могут что-то приготовить. Есть, конечно, пищеблок, откуда им там в основном приводят, но, тем не менее, какие-то навыки просто вот семейной жизни, это главный был дефект детдомовского воспитания. Люди выходили, у них не было элементарных навыков жизни семьи, как деньги там и так далее, да. Вот это всё мы подсматривали, там смотрели, как всякие деревни СОС посещали, там это как раз очень хорошо устроено, ну, там прям уж совсем такая мама с ними живёт. Ну, тоже мы думали делать разновозрастные группы, но это, так сказать, наблюдающие, назирающие организации как-то на это не очень пошли, они сколько-то всегда разновозрастные, конечно, в приюте, там девочки, вот, скажем, старшие, вот сейчас у нас в доме живут от 12, наверное, до, там, 15, ну, вот такое, но не так, что маленькие, и тут же могут быть и взрослые, ну, как в семье, большие дети, маленькие дети, вот в СОС там именно так. Ну, вот, так что вот это мы очень много смотрели, ну, просто как вот технически вот это всё устроено, там мебель, как поставлены, ну, не знаю, вот самые такие вот практические вещи. Очень много нам оттуда полезного было дано. Ну, если говорить про центр Василия Великого, то, конечно, ну, вот Юлин опыт датский, она там посещала, видела всё, потом во Франции я был, специально нам искали, вот, по нашим запросам, наши вот эмигранты, да, там, скажем, в Париже было общество помощи верующим в России, там, Ильчининов. Отец Александр Ильчининов. Он не Александр, он не отец, просто Александр Ильчининов. Кирилл был его отец, а отец Александра, это был его дедушка, тот, который написал книжку там, да, вот эту замечательную. Вот, так он занимался этим делом, вот он, в частности, тоже с своими там сотрудниками искали какие-то проекты, похожие на наши, и вот, например, одно из основных таких воспитательных средств у Юлии, это вот летние поездки двухмесячные, когда они едут на машинах. Школа странствия называется. Школа странствия это называется, там называлась Экольмобиль, вот, они отправляли в Африку. Необычно. Ничего себе. Да, идея была какая, в полном поместить их отрыве от той реальности, в которой сформировались, так сказать, социальные навыки поведения, говоря таким, с таким языком, да, вот, то есть, если они жили просто, ну, вот, этот центр конкретно был под Парижем, маленький городок, я не помню даже, как он называется, вот, и эту идею придумал священник, между прочим, католический, очень пожилой человек, может, было лет 70, когда мы с ним познакомились, вот, он по образованию еще и психолог, и он работает там как психолог в этом центре, и даже никак не афишируется, что он священник. Ну, может быть, он там в реверенде-то как-то и появляется, но, в общем, без запроса какого-то об этом там и речи нет. Вот, и вот он придумал, да, для особо трудных случаев, когда дети сбегают, покупают наркотики, а у нас же тоже, как и у них, центр открытый, то есть, они могут как-то там выходить в школу, в любом случае они ходят там или куда-то еще, вот, значит, соответственно, ну, вот никак, ничего не делать, ничем не заинтересовать. И вот тогда их сажают на джипы и в Африку, вот, человек 10, примерно столько же с ними взрослых, и вот они там едут на 9 месяцев. Серьезный срок. Вот это да. В Африку они едут по пустыне, где-то там останавливаются в пустынях, потом где-то там на побережье океана ловят сами рыбу, жарят там на кострах там или на каких-то этих примусах там еще не с собой. Пионерский лагерь длиною почти в год, да? Да, 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 нет, не только, потом они приезжают в какой-нибудь городок, и они должны тут прожить, допустим, 2 месяца и ходить в местную школу. С ними занимаются все время, то есть, там в составе есть учителя, которые ведут их по программе. То есть, они не выпадают в воспитательном процессе. Да, наоборот, их приучают к ежедневному, и там деваться некуда, не сбежишь никуда в пустыне. Ну вот, в маленьком городке они могут поучиться, в другой потом городок переезжают, там они должны поработать. Например, мыть посуду в кафе или мыть машины на этом самом... Ну, естественно, они помогли бы ездить по франко... Это гениально, это такой замысловатый процесс. Да. Со всеми же надо на месте договориться. Это все прокладывается, этот маршрут заранее. Есть договоренность, но очень благо большое то, что все франкоговорящие. То есть, все на французском языке, они в языковой среде своей, но в совершенно другой, культурной и так далее. То есть, за 9 месяцев это просто вот так раз-раз, и все, у него все поменялось в голове. То есть, приезжает просто другой человек. Здорово. Ну вот, эту идею, конечно, она мне очень понравилась. Я Юле доложил. Вот, значит, мы пригласили этого Жан-Пьер Юнга. Звали его так. Наверное, уже он скончался. Это было уже много лет назад. Вот, к нам, он приезжал к нам, делал доклады. Ну, переводили все, он по-русски, конечно, совсем ничего. И был у нас в храме, конечно, на службах, очень как-то так трепетно все воспринимал. Прямо такой прозрачный какой-то такой человек. Вот, и вот отсюда родилась вот эта школа странствия у Юли. То есть, она сначала, ну, мы поем на Дальний Восток, через всю страну, на 9 месяцев. Ну, потом стало понятно, что никто нас не отпустит на 9 месяцев. Слишком большая ответственность. Тут кто опекун, кто отвечает за детей, потом школа. Ну, очень, короче говоря, нереально здесь это было организовать. А на 2 месяца каникул все отлично пошло. И эффект примерно такой же. Ну, наверное, был бы более сильный. Но, может быть, наши дети не настолько порочны. Запущены. Да, скажем так, да. И 2 месяцев, в общем, хватает на то, чтобы впечатлений, переживаний, усилий, преодоления вот всего этого было уже более чем достаточно. Даже я не очень представляю, откуда бы взялись силы на большие. Там, наверное, интенсивность была, ну, не та. Понижение. Да, потому что там поход, например, на 2 недели по Хибинам. Там летом температура, может быть, там плюс 5, плюс 7, дождь со снегом. Вот так, летом. Да, на Баренцевом море тоже примерно такая же температура. Мне кажется, сейчас все взрослые, которые нас слушают, хотят оказаться в этой школе странствия. Я, по крайней мере, точно. Вот. И тоже вот, что очень для нас важно, что там происходит, ну, некоторое воцерковление. Потому что так вот этих ребят, которые меньше всего они думают о церкви, о Боге, вообще о чем-то таком. А там, когда вот они пройдут вот так 2 недели в палатках, намерзнутся, намокнутся, и вдруг они приходят в какой-нибудь там монастырек. Или даже просто на приход, где есть дом, где есть какой-то батюшка, который тоже сидит, в общем-то, грубо говоря, без дела в основном. Ну, понятно, что у него там службы, куда-то он ездит, отпевает, все. Ну, в общем, такого общения насыщенного у него нету, ему тоже не хватает. Поэтому он с радостью этим ребятам начинает что-то давать. А они, соответственно, как-то испытывают такое, видимо, чувство благодарности, что, наконец, тепло, наконец, можно поесть горячие еды, там, не ломать хворост, там, какой-то, разжигать костры бесконечно. Ну, в общем, походная жизнь, кто в ней, так сказать, участвовал, она все-таки утомляет довольно быстро, ну, обычного человека городского, да. Вот, так что вот тут они начинают слушать, они начинают впечатляться. Там, кроме того, много священников таких с интересной какой-то судьбой тоже, там какие-то военные, как всегда у нас батюшки часто бывают. Но они служили где-то там на севере, в подводном флоте, ну, что-нибудь такое. Ну, есть чего людям рассказать. Эти слушают разинов в рот, и, в общем, вот тут, ну, пойдемте на службу. Ну, вот, пошли, постояли там, чего-то такое поисповедуют там. Монастыри тоже там, соловки, конечно, большое впечатление. Там просто у Юлии уже прекрасные контакты, ее там все знают, любят, принимают просто прекрасно. Там есть, ну, один священник, наверное, и не один уже теперь, которые прямо так предметно занимаются. Они даже оттуда приезжали к нам в центр, какие-то тоже беседы проводили с ребятами. Вот, так что там просто обеспечивается, ну, супер хороший прием. Ну, и там озера на большом острове, знаете, и там, значит, лодки, можно походы делать. Они живут в палатках отдельно все-таки от монастыря, вот, но ходят на службы, какие-то там послушания имеют. И, конечно, все возможные экскурсии, какие там на Анзар, там, туда-сюда, на Ленцкиты, их там возят на катерах. В общем, их принимают просто как иностранную делегацию. Фантастика. Да. Борис, я вот хотел бы уточнить свой вопрос по поводу католиков и протестантов. Когда я посещал вот эти страны и вообще немножко читал про это, у меня возникло ощущение, что у католиков и протестантов служение, ну, протестантов, наверное, в большей степени, служение социальное стало самим по себе давлеющим, таким, ну, знаете, как немножко выхлощена там духовная основа, что ли, да? Это какой один мой приятель, который занимается социальным служением в Русской Православной Церкви, он говорит, я омарфился, немножко омарфился. Да, да, да. Мы, может быть, потеряем, есть такой риск, духовную основу этого служения. Что мы забудем о Евхаристии. Да. А с другой стороны, социальное служение – это часть вообще вот нашего христианского вообще делания. То есть ты не можешь быть христианином, если ты тому не помогаешь, да, грубо говоря. И здесь вот вопрос, как вот это совместить? Да, это вопрос сложный, это вопрос баланса. Вопрос баланса. Вот какой объем человеку давать таких вот послушаний, вот, если он уже будет слишком много времени этому уделять, ему будет некогда просто ходить в храм. Вот, я имею в виду просто обычных людей, ну, так сказать, волонтеров, да, то, что мы называем. Вот они вынуждены работать, у них есть семьи. Значит, это вопрос, надо выбирать. Либо ты ходишь в храм по воскресеньям, либо ты ходишь на это дело. Значит, вот надо сделать так, все-таки такой объем возлагать этих служений, чтобы это не лишало человека возможности и нормальную семейную жизнь, и работу сочетать вот еще и с богослужением, участием в таинстве. Царский путь, в общем. Да, 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 да. Ну, более или менее, мне кажется, это получается. Ну, зависит тоже от людей. Ну, скажем, если брать вот такую профессиональную работу, как в центре Василия Великого, там работает, ну, 25-30 человек просто на зарплате, да, это большая организация. Среди них, я думаю, ну, половина, это как минимум, это люди вообще не церковные, не церковные. Это интересно, потому что в церковной организации ожидаешь увидеть только церковных. Да, 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 нет, совершенно нет, причем многие работают иногда лучше, чем церковные. Вот, но церковные самые верные, я бы сказал. Вот те люди, кого я знаю, которые мои прихожане, они вот, собственно, с самого первого дня, можно сказать, в существовании центра, вот до сего, конечно, возраст уже начинает подпирать, что заниматься этими парнями, это не так все просто, это нужно более молодые, энергичные. Но вот о молодых и энергичных найти церковных не так просто. Тут нужны, конечно, много мужчин, во-первых, да, в церкви, понятно, женщин все-таки больше, это естественно. Вот, то есть не естественно, противоестественно, но это так. Вот, и надо, чтобы эти мужчины были такие, ну, достаточно брутальные, да, то есть не какие-то православные такие, иногда бывают немножко виловатые, скажем так, а очень энергичные такие вот, ну, в чем-то самодостаточные, да, потому что они должны дать пример такого мужского поведения, мужского начала, да, вот этим мальчикам, которые очень часто без отцов. Да, мне кажется, это прям тема для отдельного, следующего выпуска делателей. Да, и если у вас уже появилось желание присоединиться к команде центра Василия Великого, это можно сделать на сайте центра, можно, в общем-то, ввести поисковики центра святителя Василия Великого, в Петербурге он находится, на Васильевском острове, и если у вас есть желание присоединиться вообще к добрым делам и в Санкт-Петербурге, и в других городах, это можно сделать, подзвонив по телефону 8 800 70 70 222. Это федеральный единый номер церковной помощи. Сегодня мы общались с отцом Александром Степановым, главным редактором радиостанции «Град Петров», председателем братства Святой Анастасии Узарешительницы, настоятельным храма Святой Анастасии Узарешительницы в Петербурге, создателем множества благотворительных проектов в нашей культурной столице. Спасибо за этот очень интересный и живой разговор, батюшка. Спасибо. Спасибо вам. Это были Делатели, Тотто Ларсен. И Василий Рулицкий, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Всего доброго. До свидания.